Давид не был совершенным, но он слушал Бога. Царь Давид умел каяться быстро, но он каялся не потому, что его ловили с поличным, но он переживал о том, что грех огорчал Бога. Давид хотел жить праведно. Послушайте, сегодня Господь дает вам новое начало жизни в церкви. У Бога есть новая милость для вас. Молитва изменит вашу жизнь. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Однажды Господь Иисус сказал своим ученикам, «Человек, верный в малом, будет верен своему Господину и во многом». После этого Спаситель добавил, «А человек, неверный в малом, будет неверен и во многом перед своим хозяином». Иисуса заботили маленькие вещи. Иисус наблюдал за тем, как относились к простым людям. Иисус наблюдал за тем, как люди обращались с тем малым, что Он доверил им. Они были ответственны за малое. В «Песне песней», глава 2, стих 15, написано, «Малые лисята портят виноградник. Ловите маленьких лисят поскорее, потому что эти лисята погубят ваш виноградник». Маленькие грехи. Один нечистый взгляд. Бог доверил нам малое, и Он требует от нас быть честными. Пол, ну это пустяки. Моя компания не заметит этого. Я подхватил пару штук, которые я не должен был брать. Я взял намного больше денег. Но никто этого не заметит. Часто бывает так, что маленькие грехи рушат жизнь крупных руководителей. Это маленькие вещи, о которых никто не хочет говорить. Ты законник. Мы все живем под благодатью. Но маленькие грехи ведут к большим последствиям. Господи, помоги нам перестать лгать и стать честными опять. Помоги относиться к мелочам серьезно. Недавно я проповедовал в Бразилии. Мы прогуливались в джунглях. Это произошло неподалеку от реки с крокодилами. Я попросил Бет рассказать об этих крокодилах. Они станут большими. Они вырастут до трех метров в длину за год. Также есть змеи. Когда ты продвигаешься в северные джунгли Бразилии, то ты увидишь там анаконду, ягуара, тигров и больших обезьян. Я удивился тому, что я увидел там. Я просил бразильцев рассказать о случаях, когда они сталкивались с ягуарами и крокодилами. Когда они дрались с ними, они ответили, «Ты смотришь много фильмов. Я хочу узнать о крупных. Больше». Вы знаете, маленькие животные становятся причиной смерти бразильцев чаще, чем крупные. В Бразилии живет крохотная лягушка. Она ядовитая. Если вы дотронетесь до нее, то вы умрете в течение получаса. Маленькие животные убивают больше людей, чем крупные. Большие крокодилы не так виноваты в том, как комары и прочая мелочь, которая приносит болезни, недуги смерти, чем крупные животные. Грех опасен. Если мы не обращаем внимания на такие мелочи, то мы пойдем в очень плохое положение. Маленькие вещи могут привести к большим, хорошим переменам. Я знакомился с ребятами из тренажерного зала, и я восхищался их силой, здоровьем и фигурой. Я спросил их, «Как вы делаете это? Вы упражнялись два месяца по шесть часов в день?» Нет, я занимаюсь полчаса в зале. Я был здесь четыре дня на этой неделе. Четыре раза по полчаса. Я ел протеины и не ел после семи вечера. Я занимался на кардиотренажере 15 минут. Я посмотрел на фигуры этих ребят и подумал, что это неправда. Маленькие, постоянные шаги приводят нас к большим результатам. Итак, мелочи приводят нас к большим переменам в нашей жизни. Вспомните о браке. Большинство браков распадаются из-за больших грехов, из-за маленьких вещей, которые люди не делают. Муж забыл о маленьких вещах. Жена сказала о маленьких вещах, мелочи. Мелочи приводят к большим переменам в жизни. Как вы реагируете, когда люди говорят плохие вещи о человеке, которого вы не знаете? Вы присоединяетесь к разговору? Вы считаете его безобидным? Это маленькая сплетня. Это маленький незаметный грех. В начале 19 века жил пастор, которого звали Роберт Джеймс. У него было двое сыновей. И церковь в Техасе. Они захотели завести собаку. Они упрашивали отца купить им собаку. Отец всегда был занят церковью. И он осуждал себя, потому что он всегда был занят проповедью. Пастор привел ребятам собаку. Однажды собака забрела на двор преподобного Роберта Джеймса. Это реальное событие. Когда пастор нашел собаку, то на ней не было шейника. Он закричал «Дети! Я нашел собаку!» Это была черная собака с тремя белыми волосками на хвосте. Три волоса на хвосте. Мальчики влюбились в собаку. Прошло несколько дней. Они играли с собакой. Они дали ей кличку. Мальчики забрали ее к себе. Однажды расклейщик распространил объявление пропавшей собаки. Объявление обещало награду за собаку с тремя волосками на хвосте. В душе пастора началась борьба. Мои парни только что получили эту собаку, и они любят ее. Он разрывался между двумя желаниями. Он хотел оставить собаку ребятам. У него в доме была черная краска. Он закрасил ею три белых волоска на собаке. Владелец пса подходил к дверям домов и стучал. И вот он стучал в дверь пастора. Его мальчики открыли дверь. Подошел отец. И вдруг собака выбежала из двери, и постучавший посмотрел на нее, как она похожа на мою собаку. Владелец держал документы в руках. Пастор сказал, и я хочу прочитать их. В этой бумаге написано о трех волосках на хвосте моей собаки. Мальчики наблюдали за отцом. Он мастерски обманул владельца собаки. Он объегорил его, как жулик-профессионал. Дети слышали его проповеди. Но он запомнил этот поступок. Они видели, как отец обманул пришедшего. Он сказал, у нашей собаки нет трех белых волосков. Вы говорили о них, но у нее их нет. Владелец согласился, да, вы правы. Ваша собака просто похожа на мою. Да, это собака ваших детей. Мужчина ушел, пастор улыбнулся и закрыл дверь. И он был очень рад, что собака осталась у них. Дети посмотрели на него. Они забыли это, но Роберт Джеймс написал в мемуарах. Я не отдал собаку, но я потерял детей. Его сыновья — это Фрэнк и Джесси Джеймс. Это было в США. Они грабили банки, обманывали и обкрадывали. Я не отдал собаку, но я потерял детей. Они общались со мной, но они перестали чтить меня. Вы думаете, люди не знают о ваших делах, но Бог знает о них. Вы не обманываете меня. Вам это не удастся. Вы проживете жизнь, но каким будет ваш характер? Притчи учат нас о том, что доброе имя лучше большого богатого. Бог не требует совершенства от нас, но Он хочет, чтобы мы закончили жизнь правильно и правильно. Он хочет, чтобы мы поступали правильно. Давид написал в Сотом Псаломе, «Буду ходить в непорочности моего сердца». Да, Давид не был безгрешным. Если вы читали Библию, то вы знаете, что он прелюбодействовал, и он убил человека. Давид был плохим отцом. Он совершал ошибки, но Бог в конце жизни простил его. Вот урок из его жизни. Давид не был совершенным, но он слушал Бога. Царь Давид умел каяться быстро. Он каялся не потому, что его ловили с поличным, но он переживал о том, что грех огорчал Бога. Давид хотел жить праведно. Одно наше покаяние разрушает целую гору наших грехов и беззаконий. Когда мы смиряемся и признаем свою неправоту, милостивый Господь прощает нашу темную жизнь. Послушайте, сегодня Господь дает нам новое начало жизни в церкви. У Бога есть милость для вас. «Если вы помолитесь, Боже, ты нужен мне. Я жил неправильно, я обманывал людей, но теперь я буду жить по-другому». Мытарь Закхей не был высоким человеком. Он был крошечным человеком. Он залез на дерево Сикомор, чтобы увидеть Бога. Мы знаем от Закхея благодаря воскресной школе. Итак, Закхей обсчитывал людей. Он был мытарем и обманывал людей. Когда он увидел Иисуса, то он покаялся перед Ним. Сердце Закхея изменилось. Господь Иисус Христос не ищет совершенных верующих. Он не делает так. Он ищет тех, кто смиряется перед Господом, и тех, кто молится. Закхей сказал, «Сегодня я начну платить тем, кого я обманул». Тогда Иисус ответил ему, «Сегодня спасение пришло в твой дом». Пол, ты смирился перед своим начальником. Ты и Эшли будете воспитывать детей по воле Господа. Поэтому вы увидите чудесный результат. Ты наладил связь с ребенком. Ты пообщался с дочерью-подростком. То малое, что ты делаешь в своей фирме, и все малые добрые дела принесут хороший добрый плод. Я оставил моего сына Лиэма в воскресной школе. Мы выехали из дома в такое время, что мы успели приехать в воскресную школу к восьми часам. На часах было 7.45, и я промедлил. Кроме того, мне помешали эти чудесные ограничения по скорости. Бог, помоги мне быть милосердным. Я подумал, что успею доехать вовремя. Мы приехали. У нас оставалась всего одна минута, чтобы войти в церковь, чтобы войти в школу. Я сказал Лиэм, нам пора выходить. Нам надо сейчас. Мы торопимся. Мой пятилетний сын берет рюкзак, коробку с обедом, свою игрушку. Он пытается починить игрушку, которую он сам сломал. Я сказал Лиэм, нам пора выходить сейчас. Он сказал, дай пять секунд. Я ответил, у нас нет пяти секунд. Осталось всего одна минута, чтобы пройти в класс. Надо бежать. Хорошо, папа, я спешу. Он просидел пять секунд. Я расстроился, и я сказал, я накажу тебя после школы. Мы идем в класс. Я вытащил его, и мы пошли. Я вышел из здания, и Всевышний начал говорить со мной. Пол, ты был слишком строг с Лиэмом. Я ответил, ну я его отец. Может, это дьявол говорил со мной? Я чувствовал осуждение. Бог сказал, ты был слишком строг. Ему пять лет. Ты выскочил из машины. Ты дал ему меньше пяти секунд, и вышел из себя. Я ответил, Бог, он испытывал мое терпение. Он испытывал его. Но Всевышний ответил мне, а сколько я терплю тебя? Бог сказал тебе, 33 года, и я терплю твои незрелые поступки каждый день. Но я не срываюсь. Не срывайся на своего пятилетнего сына. Я сказал, ему надо учиться, быть проворней. Я припирался с Господом. Святой Дух сказал, пожалуйста, не наказывай его после школы. Не срывайся на сына. Вот так Бог упрекал меня. Маленький упрек. Я мог бы пренебречь Божьим советом. Я папа, и я не буду извиняться перед своим сыном. Бог сказал, извинись. После школы я увидел Лиэма, и я подошел к нему. Лиэм подошел ко мне и сказал мне, пожалуйста, папа, не наказывай меня. Не наказывай. Я обнял его и ответил, Лиэм, папа был неправ, прости меня. Я сорвался на тебя. Церковь. Я не всегда делаю все как надо. Я могу рассказать и плохие случаи о себе. Не думайте, что я образцовый папа. В ту минуту я извинился. Лиэм, я был неправ, прости меня, сынок. Папа, прости меня. Я больше не буду. Теперь я стану быстрым. Я ответил, Лиэм, все в порядке. Тебе всего пять лет. Лиэм сказал, я сделаю все быстро в следующий раз. Даже если не сделаешь, ничего страшного, сынок, я люблю тебя. Он обнял меня. Я сказал, прости. Папа был неправ. Папа был тоже неправ. Это удивительный ребенок. Я люблю Лиэма. Я люблю всех моих детей одинаково. У меня нет любимчиков. Я люблю Дэнни, Марка и Лиэма. Но как важны эти маленькие фразы? Важные слова, прости меня. Они спасают брак. Маленькая фраза. Это я не прав. Я не прав. Когда руководитель отчитывает тебя, не защищайся. Приди к начальнику и скажи, простите. Я исправлюсь. Это мелочи. Сказанные в смирении кажутся пустяками, но они приносят благословение в отношении с Богом и людьми. Люди не просят прощения и не признаются в любви из-за гордости. Они не скажут, я был неправ. Они не скажут, я прощаю тебя. Иакова, глава 3, стих 5 написано. Язык — это маленький орган. Это очень маленький орган. Но наш язык может создать небо или ад на земле. Язык — это причина массовых разрушений или массовых исцелений. Язык. Смотри, как небольшой огонь малой искры зажигает много вещества. Малая искра. 30 лет назад родители получили откровение о том, что им нужно ехать в Россию. Они переехали, чтобы учиться в университете Уоррала Робертса. Бог сказал им, чтобы они служили в церкви в городе Талса. Потом Господь открыл им, что им нужно организовать служение Победа. Родители получили откровение о том, что им нужно ехать в Россию. Бог попросил моего папу написать книжечку «Новая жизнь». Книжечку из 30 страниц. Родители решили пойти по этому пути. И они переехали в российский город Санкт-Петербург. Все мы слышали о Москве, но не знали о Петербурге. Где находится этот город? Они переехали в Петербург и привезли эту книгу. Бог спас миллионы людей благодаря этому поступку. Малые поступки приводят к большим результатам. Это не служение со сцены. Бог сказал мне, твоя проповедь, где ты рассказала о том, как извинялся перед сыном. Была главной проповедью за год. Недавно ты смирился перед своим маленьким сыном. Ты и Эшли будете воспитывать детей по воле Господа. Поэтому вы увидите чудесный результат. Ты наладил связь с ребенком. Ты пообщался с дочерью-подростком. То малое, что ты делаешь в своей фирме, и все малые добрые дела принесут хороший, добрый плод. Это было незадолго до Пасхи и до распятия. Иисус знал то, что он будет распят. А ученики не знали об этом. Скоро три маленьких гвозди в кресте изменят всю эту планету. Женщина принесла альбастровый сосуд с благовонным маслом. Это было очень дорогостоящие духи. Люди трудились годами, чтобы собрать их. А она вылила ему на ноги. Ученики сказали, как она посмела это сделать. Иуда сказал, лучше бы она потратила эти деньги на бедных. Иисус, почему она потратила это масло на тебя? Зачем она вылила ее на твои ноги? Иисус сказал, ты не понимаешь. О ее смиренном поступке узнает весь мир. Вся планета узнает о нем. Иуда, люди всех веков будут говорить о смиренном поступке этой женщины. Кто из вас слышал историю о женщине, которая вылила масло? Иисус Христос пророчествовал о том, что все люди узнают об этой истории. Иуда разозлился на нее. В тот вечер он ушел с вечери. В тот вечер Иуда пошел к фарисеям. Он спросил их, что вы дадите мне, если я выдам Иисуса вам? Что вы дадите мне? Нечестивые фарисеи ответили предателю Иуде. Мы дадим тебе 30 серебряных монет. 30 серебряников. Эта сумма равна 20 долларам. Я никогда не предал бы Иисуса за 20 баксов. Я не отдал бы и не отказался бы от отношений с ним за 20 долларов. Ответьте на вопрос, что вы делаете с тем малым, что у вас есть сейчас. Недавно мои сыновья захотели построить домик на дереве. Я искал доски для постройки. Я хотел смастерить его своими силами. Я узнал о том, как построить такой дом из поддонов. Я ехал по городу и увидел поддоны, стоявшие рядом с одной компанией. Они стояли возле мусорного бака, и я подумал, что они бесхозные. И решил взять поддоны. Но Бог упрекнул меня. Бог упрекал меня. Это был тихий упрек. Иногда мы слышим только тихий упрек. Вы готовы ринуться в бой. Но вы слышите тихий голос. Господь сказал мне очень тихо. Не бери их. Спроси разрешение у владельца компании. Каждый год я стараюсь быть верным и в малом. Я хочу быть верным и в малом каждый день жизни. Я хочу поступать честно и правильно. Я не хочу славы. Я хочу угождать Богу и делать приятно моему Господу. В конце концов, я хочу поступать правильно перед Богом. Итак, я пришел к владельцу компании и спросил, «Разрешите взять парочку поддонов, которые стоят рядом с вами». Он сказал, «Мне не верится в то, что вы спросили об этом». Люди забирают поддоны и они покупают бак. Я спросил, «Я хочу убедиться, что я поступаю правильно». Он ответил, «Забирайте поддоны, берите все». Я подумал, «Если я взял всего пару поддонов, то я бы совершил воровство». Я бы подумал, «Какая удача, никто не узнает». «Я построю классный дом на дереве». Но я спросил разрешения, и он отдал их. Честность открывает человеческие сердца. Поступай правильно. Ты посмотрел на 30 серебряников, вспомни об отношениях с Богом. Будь честным и искренним. Не закрашивай три волоска на собаке. Речь идет о честности. Твоя честность окупится. Это малая вещь, когда мой отец скончался. У меня началась очень сильная депрессия. Ко мне начали поступать смс-ки от неизвестного человека. Это были слова ободрения. «Пол, ты сильный человек, ты делаешь важную работу, не сдавайся, Бог за тебя». Эти слова пришли ко мне в правильное время. Я был в таком унынии, что хотел бросить все. И я подумал о том, что жена отправляет смс-ки с чужого телефона. чтобы поддерживать меня. Я спросил Эшли об этом, но она ответила, что это не она. Это был молодой брат из церкви, который отправлял мне сообщение. Это был подросток. Он узнал мой номер и отправлял смс-ки. Скорее всего, он тратил на набор не больше одной минуты. Возможно, он набирал сообщение дольше минуты. Эти слова пришли ко мне вовремя. Если ты отправишь одобряющее сообщение тому, кто в беде, то ты спасешь жизнь. Одно извинение и признание в любви своему сыну изменит его жизнь, и он пойдет по пути праведности. Прости человека, и он перестанет совершать свои глупые выходки. Выйди сейчас в цене, покайся, и тогда любящий Господь Иисус Христос спасет твою судьбу. Бог изменил твою вечную участь и судьбу, потому что ты слушался Бога. Я молюсь о том, что эта проповедь стала благословением для вас. Маленькие вещи важны под маленькими вещами, и я подразумеваю чтение Библии, молитву и посещение церкви. Маленькие вещи — это попросить Господа о помощи. В проповеди вы услышали разные истории о том, как маленькие вещи оказывали большое влияние. Сделайте это маленькое, и это изменит вашу жизнь. Помолитесь со мной. Одна молитва не изменит все, но я верю, что она станет верным выбором. Смиритесь перед Богом и доверьтесь Ему. Скажите Богу, пожалуйста, помоги мне. Скажите Богу Иисус, «Ты мой Бог, дай мне милость и благодать. Бог, Ты нужен мне. Я отдаю жизнь Тебе. Исполни свою волю во мне во имя Иисуса. Аминь». Если вы молились, то я верю, что однажды вы пойдете на небо. Когда вы умрете, я верю, что Бог поможет вам сверхъестественным образом. вы увидите это скоро, и Бог даст вам победу. Наша Церковь готова помочь вам. Церковь Победы хочет послужить вам и воодушевить вас. Зайдите на веб-сайт нашей Церкви. Там вы найдете проповеди и другие материалы для духовного роста. Если эта проповедь поддержала вас, то расскажите о ней друзьям. Субтитры создавал DimaTorzok